И я в последнее время репта даю такие семинары. Есть причина на это, потому что есть люди, которые то ли из зависти, то ли из просто чувства соперничества, то ли из принципов. Они считают, что то, что я даю, неправомерно. Считают, что логическое знание не может развиваться. Я стараюсь не беспокоить умных людей и не отдаю семинары по здоровью, особо публично. Но у меня есть свое понимание, как устроен этот мир. Я снова это принимаю на обедах, на треомедическом знании. И здесь в кругу друзей, людей, которые слушают мои лекции, я хотел бы поделиться своими знаниями. Некоторые вещи будут совпадать с правилами обеда современной науки, некоторые не будут совпадать. Потому что любое знание медицинское, оно всегда приковано к местности. Допустим, то, что людям подходит в Индии, здесь не подходит. Я изучал глияние масла. Допустим, на организме человека увидел, что косовое масло, оно в Индии отхождает. А здесь оно не всегда отхождает, оно может даже греть. В России. А в Индии даже после 55 градусов, я пробовал облажаться с кокосом маслом, оно тоже начинает греть. Ну, то есть, понимаете, в разных условиях, в разных средах. Допустим, в Индии зимой в Сибири он не лечит простуду. Он, наоборот, вызывает раздражение, кашель в многих людей. И таким образом, его влияние, оно не такое же, как, допустим, в Южной Индии, где он сушит организм, он хорошо действует, там важно. Ну, таким образом, надо учитывать место, время и обстоятельства. И также надо учитывать эпоху, в которой мы живем. Так, например, мой семинар, вот это моя идея режима дня, которую я разработал, она учитывает возможности пищеварения современного человека, который очень сильно ослаблен. Если говорить о влиянии, как бы, солнца организма, то очевидно, что человек должен больше есть днем, или меньше, вечером, или утром. И также очевидно вполне, что есть какие-то продукты, которые тяжелее перевариваются, легче. Я начал изучать, с чем это связано, и нашел закону верность, что как продукт созревает, тем, где и сила, он и переваривается легче всего. Допустим, зерно созревает по цветам солнца. Мы знаем, что если солнца не хватает, зерна не созревают. И оно созревает, созревает днем. Зерно созревает днем, а овощи созревают ночью, и они наливаются силой по цветам луны ночью. Таким образом можно понять, какие овощи и какие продукты так перевариваются в организм. В соответствии с этим я сделал определенную систему, которая многим людям уже помогла. это моя методика, не надо называть ее ведом. Это раздражает некоторых людей, которые таксально так настроены. Тоже хорошо. По второэксальному пластическому веду тоже надо преподавать. Она работает, она помогает. Но у меня такой склад внутренний, я чувствую тонкий мир, чувствую эти закономерности, я действую как ученый. И поэтому я не могу остановиться на каких-то правилах, как домом, который существует. Мне надо разобраться, что эффективно работает кто из людей, в которых я нахожусь, в которых живу. И я для себя разработал, мои друзья, мои знакомые, где послушают мои лекции, они следуют этим правилам, которые я и рекомендую. И мы сегодня с вами посвятим одному из этих правил, эту лекцию. Мы будем говорить о режиме дня, о влиянии планеты, и атмосферы, энергии, которые существуют в нашей жизни, на нашу жизнь. Первое, что нужно сказать, это классическая вещь абсолютно во всех духовных традициях, не только в физической. То, что человек должен раньше вставать, это вполне однозначно. Потому что солнце в ведах называется кала-чакрой. То есть кала-чакра — это лицо времени. То есть солнце запускает тарму внутри у нас. Мы заметили, что когда солнце восходит, первое впечатление — это птицы поют, все начинают пожевать, активизироваться. И второе, у нас заботы включаются в сердце. Мы начинаем думать, нас куда-то тянет, нас куда-то манит. Мы чувствуем, что заботы начинают действовать на наше сознание. Когда солнце еще не взошло, то забот не так много. Мы думаем о чем-то, мечтаем в это время, думаем о чем-то возвышенном, если мы настраиваемся правильно. Но когда солнце восходит, нас куда-то несет. Нам надо готовить, стирать быстрее, убирать на работу, идти, планировать что-то и так далее. То есть солнце включает карму. Вы помните, это важный момент. Солнце включает карму. Когда включается карма, вся энергия человека выходит вовне, на внешнюю сферу деятельности. У нас в психике есть две сферы. Я серьезно изучал этот вопрос. И даже психические каналы, которые называются пхату, как они, как макрешка, как пронизм организма, они тоже делятся на два лепестка. Есть 7 пхатов внутренних каналов, есть 7 внешних, два лепестка внутренних. Там что-то под сцены происходит, да? Что-то лазит. Есть внутренние лепестки, есть внешние лепестки. Это мы легко можем доказать, чисто практически, потому что мы работаем с этими пхаттами. Если мы, допустим, болезни, если мы травы просто подобрали на внутренний лепесток, то у человека становится хуже. Если, допустим, взять красодату, первый психический лепесток, который связан с кожей, со слизистыми оболочками, то можно видеть, что он контролирует слизистые оболочки внутри тела и контролирует снаружи тела, кожу. Ясно, что это совершенно по месторасположению разные системы. Кожа снаружи, слизистые оболочки внутри. И так это касается всех органов. Есть внутренние мышцы, есть наружные мышцы, есть костная система внутри тела, есть наружная костная система. И так далее. Если мы подбираем, допустим, пробиваем листок, связанный с кожей, чтобы вылечиться ряздо, но мы подобрали корону на внутренние лепестки, то у человека начинается гаскрип, у него перегрузка, идет там нынешний, вот этих лепестков, да, этих каналов психических. У человека начинается слизистые оболочки страдать, начнется. Таким образом, нам легко очень понять, что есть внешние, есть внутренние, мы с помощью практической работы это легко можем увидеть и понять, что так, это все работает. Вот, ну понятно, что те, кто не сталкивается с этим, они могут со мной поскорить и говорить, что там нет наружных функций, там есть что-то одно. Но так иначе, я только тело изучаю не понаслышке, я работаю с ним всю жизнь. И у меня есть четкие свои представления о том, как это работает. Таким образом, есть внутренний психический цилиндр человека, есть внешний. И они по-разному функционируют. Например, внутренний функционирует сильнее. В ночное время. А внешний начинает функционировать темно. Внутренний психический цилиндр у женщин очень крепкий и стабильный, статичный. А наружный очень мягкий, податливый. А у мужчин, наоборот, внутренний цилиндр очень подвижный, быстро меняется, а внешний очень статичный, напряженный. Пусть кажется, внешний мужчина такой крепкий, как бы, не сдвигаемый. А вот женщина такая, кажется, податливая, вся нежная, добрая. Но когда мужчина женщины жить начинает, то женщина замечает, что мужчину, если твердо принципы поставить, можно поменять его мышление. Если как бы категорично твердо с ним вести, он мягко начинается вести. Но женщину, женщина в конце концов обнаруживается, что она внешне мягкая, внутри твердая, как камень. Ее не сдвинешь в каких-то определенных вещах. Она остается на своем всегда. Таким образом мы познаем ее, в результате практики жизни. Женщина встречается, мужчина думает, он такой сильный, крепкий. Вот мужчина думает, она такая нежная, податливая. Это правда. Но это все внешняя вещь. А внутри женщина твердая, а мужчина мягкий. Сына дорог толстый. И мы видим, с возрастом бабушки все такие шелезные такие, а дедушки все такие мягкие. И что-то так и происходит, в конце концов, с возрастом меняется психика человека. Итак, когда Солнце восходит, то энергия уходит во внешний цилиндр больше. А он связан с мышлением, связан с волей человека, с деятельностью во внешнем пространстве. Он как бы несет защитную оболочку психическую человека. И поэтому уже работа с сердцем, с внутренними какими-то глубокими психическими функциями, она затруднена. Потому что сознание уходит во дни. Оно не работает внутри в этот момент. Поэтому существуют определенные правила, когда мы меняем жизнь, меняем свою судьбу, когда мы настраиваем себя. Это надо делать до того момента, как Солнце пересечет определенный горизонт, определенную линию. Так как в Индии и вообще ближе к экватору, 6 часов утра, 6 часов вечера всегда восход, закат. Там нет никаких смещений. Это так главное. Но если, допустим, пойти в нашу сторону, то можно видеть, что летом день удлиняется до безобразия, зимой до безобразия сокращается. И в Индии, в древнеиндийской системе, есть такое понятие мукурки. Каждая мукурка 46 минут. Но понимаете, и по этим мукуртам судится, допустим, когда надо вставать, когда ложиться, когда кушать. Понимаете, но проблема в том, что эти мукурты очень сильно привязаны к восходу, закату. И имеется в виду, что Солнце должно восходить как на экваторе. 6 утра, рассвет, 6 вечера закат. Но у нас такого нет. Поэтому, как бы я предлагаю в своем режиме дня привязываться все-таки не к восходу и закату Солнца. Потому что это непрактично. Вам придется зимой вставать 9 утра, а летом 3 с половиной. Понимаете, есть другое мышление, которое работает 100%. Вот возьмем, допустим, Солнце, ну вот землю возьмем круглую, да? Она круглая, как шарик. Это значит, что у Земли с Солнцем есть определенные отношения. Есть 4 точки, которые проходит Солнце в отношении с Землей. Мы знаем верхнюю точку, это зенит, да? В это время максимальный огонь пищеварения разжигается у человека в организме. Потому что огонь это та сила, которую мы потребляем. У нас нет огня самостоятельного. Весь огонь, который у нас существует в организме, так или иначе берется от Солнца. Есть опосредованный солнечный огонь, который выражается в виде света, в виде огня, специи, которые мы едим. Мы можем масло добавлять в пищу больше, будет больше огня пищеварения от специй, от масла. Но если разобраться, откуда это такой взялся, он взялся от Солнца. Потому что все огненные специи, они сосливают на Солнце. Красный перец сосливает на Солнце. Мы знаем, что в Сибири не сильно красный перец сосливает, но если взять, допустим, чили, индийский красный перец, он светлый, как там, то есть он очень горячий природный, невозможно есть в нашем клинике. Вот, таким образом, чем больше Солнца, тем больше шансов у огненных продуктов созревать на нем. А, допустим, на крайнем севере никогда перец не вырастет и не созреет. Там нет Солнца просто. Таким образом, мы есть Солнце внешнее, есть Солнце, связанное с продуктами питания, есть еще энергия тепла Земли, которая вообще нам непонятно, как мы ее получаем, но она тоже есть. Она тоже получается в нашем организме но очень таким не сильным образом. Солнечной энергией являются благостной энергией огня, а энергии Земли околненной являются невежественной. Ну, соответственно, огненные продукты, они больше в страсти находятся. Продукты питания огненной природы. Они тоже могут быть благостными, но у них больше страсти, чем Солнце. Таким образом, надо знать, что самый чистый и благостный огонь пищеварения разгорается в организме в результате того, что Солнце заходит в землю в это время. Причем лучше всего будет еще не когда Солнце зашло в зенит, а когда оно подходит в зенит. Понимаете? Потому что надо же еще переваривать эту всю пищу, поэтому организм так устроил, что чуть пораньше зенита лучше всего кушать, чтобы еще успеть это все переварить до закона солнца. Понятно? Поэтому где-то самое лучшее время обеда это с 11 до часа. по-нашему времени. Имейте в виду, что в России Ленин перевел часы на час вперед везде. И об этом уже забыли. У нас делают летнее зимнее время, но часы перевели на час вперед везде. И поэтому у нас во всех городах если солнце в зените находится в 12 часов дня, у нас на часах в это время час. Это значит, что 6 утра это 7 утра по нашему времени, по местному. В каждом городах, а в некоторых городах, особенно в Сибири, смещение идет еще и на 2 часа, потому что большие регионы, большие регионы, и часто город подключат к какому-то часовому поясу, которому он не принадлежит вообще. Понимаете? В результате смещения на 2 часа уже идет разница. В целом у нас на сайте есть такое называется расчет времени, такой раздел. Найдите поищите на сайте расчет времени. И там вы вводите просто в вашем городе время восхода, время заката. И дальше идет расчет и вы узнаете когда солнце в зените у вас в городе, когда 6 утра, когда 6 вечера, когда 12 ночи. Вот эти принципиальные 4 точки режима дня. Когда 12 ночи солнце самое слабое это время максимального сна. Если предположить, что в среднем в наше время из-за нашей тяжелой жизни человек должен спать 7 часов, как минимум, не 6, как мы думаем, а 7, потому что не хватает сил выспаться за 6 часов у многих людей из-за того, что они в городе живут, не хватает права, не хватает благости. 7 часов нужно в целом. Поэтому мы от часа ночи к часу ночи прибавляем 3 часа, получается сколько? 4,30 и вычитаем от часа ночи 3,5 часа сколько получается? Полдесятого или полотенца? Полдесятого. Вот это идеальный режим дня, когда человек полдесятого ложится, полпятого встает, он будет здоровым. Для женщин можно ложиться в 9, вставать 5, потому что женщине требуется больше сна, чем мужчине в среднем на час. Причина, потому что женщина является стабилизатором семьи, она тратит энергию и спокойствие на всех членов. Она тратит неосозненно это. Нельзя сказать, что женщины сами очень спокойны по природе, не очень беспокойны по природе. Но женщина стремится к спокойствию в самом жизни. Она пытается все сделать красиво, спокойно, меньше шума, чтобы в квартире было, больше гармонии, чистоты. и таким образом она, так как у нее беспокойный ум у женщины, она очень сильно стремится к гармонии и к спокойствию и всех подтягивает в этом плане. Мужчину, детей и так далее. Они устали? Горьки сочи, и так далее. Горьки сочи, И так далее. И так далее. То же самое. Мы не привязываемся... Вы меня не слушаете, господа? Вы меня не слушаете. Потому что я сказал, что мы не привязываемся к восходу и закату. Мы привязываемся к тому, где находится солнце. Мы привязываемся к тому моменту, когда солнце пересекает вот эту линию земли, которая связана с шестьюм часами. Сейчас круг рисую, внимательно смотрите. Круг. Делим на четыре части. Разделим на четыре части. Одна часть семь утра или шесть утра по солнцу. Другая, час ночи. Третья, нижняя, верхняя часть, верхняя часть дня. И другая, это семь вечера. Это принципиальные точки нашего режима дня, понимаете? Мы не привязываемся к восходу и закату. Когда солнце пересекает в семь утра, то на земле наступает ветер, дует ветер. Не когда солнце расслетует, а когда пересечение вот этой точки происходит. Петухам по барабану солнце взошло или нет. Понимаете? Приходит в семь утра и ночная тарая. Почему? Потому что солнце оно определенным образом пересекает линию определенную. Эти линии в ветрах называются самки. Самки означают связь или узел. Эти принципиальные точки мы изучали работу человечества в организме. Дело в том, что когда мы ставим на запястье браслеты какие-то камни, то у нас есть два потока энергии в организме. Один движется от левой руки к правой ноге. Энергия входит в левую руку и выходит из правой ноги. Это один поток энергии. Второй поток энергии энергии входит в левую ногу и выходит из правой руки. И мы экспериментальным путем установили, что эти два потока энергии один имеет горячую природу всегда у человека, другой холодную. И они меняются между собой каждые шесть часов. В организме каждые шесть часов меняются. и ставим камни можно только там, где холодный поток идет. Вот у меня сейчас до часа дня левая рука, правая нога идет холодный поток энергии. Мы его назвали лунным потоком энергии. А на левой ноге в правую руку выходит огненный поток энергии. Если я сейчас туда просвет поставлю, мне будет плохо. А если сюда, мне будет хорошо. понятно, да? Там, где лунная энергия это лечит человека, там, где солнечно это нагревает или напрягает. Мы таким образом экспериментально установили, что эти потоки энергии меняются вот так раз, и переход энергетический происходит прямо в секунду у всех людей. Вот здесь придет сейчас время, час лишним, где-то час двадцать минут здесь, в этой местности. И резко поменяется движение энергии у человека в организме. У всех у вас поменяется. Там где холодный поток энергии будет идти горячий, там пришел горячий будет идти холодный. Понимаете, энергия поперек идет в организм, поперек. И она всегда входит в левую сторону, выходит всегда с правой стороны. Если она входит в левую руку, выходит в правой ноге. Поэтому левой рукой нельзя есть, потому что энергия входит. Когда человек кушает, он полностью беззащитен, он открывается к пище. Потому что человек пищу кушает не только физически, но и психически. Почему пища лечит психику? Потому что человек психически кушает пищу также. И он должен как кушать, как садиться за столом. Надо с друзьями садиться, с близкими людьми. Потому что как мне иногда говорят, Олег Иначе можно с вами покушать? Это понимаете? Время обеда не предназначено для того, чтобы кому-то что-то отдавали. В это время человек берет. Это означает, что он садится только с теми, кто тебе очень близок кушает. Если ты садишься не так, то ты получаешь от него отстремление к этому человеку во время еды. Потому что близок означает, ты видишь душевные и духовные качества этого человека. В этом близок заключается. Чем ближе люди, тем больше они видят друг друга как душу. Чем дальше видят друг друга, тем больше они плохое видят друг друг. Многие родственники муж и жена не могут видеть хорошие друг друг в силу обстоятельств и судьбы. А иногда люди, которые не сильно знают друг друга, могут видеть только хорошие друг в силу обстоятельств. Но есть еще одно правило. Старшие не должны кушать вместе с младшими. Потому что младшие всегда настроены или служить старшим, или забирать в них силы. Часто ко мне люди подходят, они говорят, Олег Геннадьевич, мне нравятся ваши лекции, спасибо вам большое. Я знаю, что дальше будет другой уже, другая беседа. Я киваю головой, потому что потом идет дальше. Поблагодарили, а теперь рассказывай, иначе про мою жизнь. Когда я знал, что вы как у меня на работе понеслась. Понимаете, младшие склонны эксплуатировать как утроли меню. Им очень крупно служит всегда старший, потому что старший больше знает, у них больше возможностей и хочется этим воспользоваться всегда. Поэтому есть ситуация, в которой старшие не должны общаться с младшими. Время обеда допустим. Они должны общаться сравнами. Левша переучиться должен кушать? Да, левша должен переучиваться кушать, потому что когда человек берет пищу левой рукой, то он также с пищей берет всю атмосферу, которая окружает его. Пищу надо брать правую стараться. Стараться. Понимаю, есть такие ситуации, когда надо помогать левой рукой, иначе вообще не съешь. Какая-нибудь китайская лапша, которую надо отгрызать. Она слишком длинная. Бывают всякие ситуации, когда нужна помощь. Ничего страшного, можно помогать левой рукой, но ей не надо класть в рот пищу. Бывают исключения, когда мать своему ребенку левой рукой дают пищу, кушают. Такое бывает. Энергия пьет через левую сторону. Я иногда нарушаю сам. Я знаю, что я плохой, но иногда неудобно ложкой крепко кусать. Приходится нарушать иногда, но в целом так лучше только правой рукой нести. Нас переучили совсем детям. Мы завязывали руку просто в системе левой. А вилкой вообще не надо есть. Вилкой вообще не надо есть, потому что она протыкает тонкое тело. Ножом вилкой кушать не надо. Вообще как бы продукт не седобный. Понимаешь, это не седобная вещь, ножка. И вилка тоже не седобная вещь. В смысле, что он тыкает, а ложку отрезает. Ну как он отрезает? Ну что надо ложкой ложкой. Вилка, смотрите, есть женская энергия, пытайтесь понять, есть женская энергия, есть мужская. Женская энергия всегда гармонию дает человеку, дает счастье и процветание. Мужская всегда нужна для победы, для преодоления и для перемен. есть время, когда нужны перемены. Допустим, мы готовим, может, какие-то приготовишь пищу, нужен нож. Так? Чтобы готовить, нужна мужская энергия. Режем, сортируем, а кушать это не женская, не мужская энергия нужна, а женская. Так гармонию надо организовать. Понимаете, есть мужские числа, допустим, мы цепочки вовставим, мы никогда не пользуемся числами 5-7-9. Мы всегда пользуемся 2-4-8, 6-8. Почему это женские числа, четные женские числа, нечетные мужские. Мужские числа пробивают четные гармонии. Точно так же есть предметы острые, это мужская природа энергии, а есть предметы гармоничные, мягкие. Так вот, во время еды мы должны принять правило, что во время еды мы пользуемся женской энергии. не мужской. Они должны есть вилками и ножами. Палочками нормально, они же не острые, если острые палочки, то нельзя. А если палочки закругленные, нежные, тогда можно. Женская энергия нужна для еды, а для войны нужна мужская. Закругленными палочками не подскажаешься уже, нужно острые. А есть даже закругленные такие, неострые, как шутки. А то ли жарсткие для нож пределения можно сказать. Ну, нож острый, живут. Как бы, острие, неострое, кружок. Для масла просто. Да, для масла. Режьте масло, но не пользуйтесь, чтобы брод класть. Мы говорим о том, чем мы брод кладем в пищу. Брод, когда вилка попадает, она пропекает, тонкое тело, что-то без защиты. все нормально. Сильно пострадали от этого знания? Сильно пострадали? Нет. У нас нет жилок здесь, смотрите, мы вас свинки не раздаем, но как вы едите на благость. А? Макароны не варят? Я скажу администрации без отграды. Наверное, потому что вилок нет. Ну, моя хорошая, ну, столько всего варят. Ну, макароны не варят. А, нам поэтому мы говорим, что мы можем китайские палочки еще есть. Но мы не пили, вот у нас там только не хватает еще и китайских палочек. И у китайской лапши здесь в нашем рацион. Я поговорю с Олегом может, придется кучу китайских палочек закупать, что в лапшу едете. Мне кажется, это непрактично. Да? Пожалуйста, руками есть у тебя с рукой? Руками это очень хорошо есть. Правой рукой. Потому что когда человек рукой ест, он сначала пищу узнает на тонком плане. Руки являются инструментами ума. Когда человек берет пищу, руки, указательным пальцем не надо брать. Потому что указательный палец это мужская энергия там. Указательный палец где проклятие используется. Это палец победы над судьбой. Это мужской палец. есть женские пальцы средний и зиниц в основном. Безымянный палец это палец ответственности тоже можно использовать. И большой палец это я. И чего вот этим пальцем можно пользоваться. Указательными не пользоваться. Также мы четкие не перебираем указательные пальцы. Только можно средний больше использовать. Средний палец дает гармонию человеку. женскую природу цементирующей основной гармонию. Поэтому в нашей культуре мы молитву читаем средним пальцем и большим пальцем. Ну что? За общий стролк. Ну когда они не мешают вам кушать. Когда они не мешают кушать, кушать, спокойно. Тогда можно срывать. В таком возрасте можно срывать. Давайте меня не отвлекайте, потому что вы меня выводите от мысли в основном. И лекция становится раздербанной. Она не лаконичной становится. Так движется вперед, да? Так мы уже узнали, что есть четыре периода основные, которые меняются на эту организму. В эти периоды священники в медической культуре читают молитвы. Потому что в этот период происходит самое опасное вхождение кармы в это время человекезащитным. Период называется санки. И в эти периоды также очень серьезные перемены в нашем сознании переходят. Так, например, когда наступает утро, позже в 7 утра уже до свидания глубокая духовная жизнь. В это время уже невозможно глубоко погружаться в победу над судьбой. До свидания уже погружаем. Понимаете? То есть это должно происходить с 5 до 7 утра. Это время самое приятное для молитвы. Когда человек молится в это время, то он реально очень глубоко в свою жизнь погружается в свою победу, веру, в отношении со святостью. Баланс психики в это время. Очень балансирована, сбалансирована энергия. В 7 утра начинается движение воздуха в атмосфере. Психика у нас тоже активизируется, начинается движение воздуха у нас в организме. И где-то ближе к 8 утра, если это движение воздуха очень сильное, начинает сосать подложечкой, и в это время надо покушать где-то с 8 до 9 утра по нашей потуре часовых поясов. Понимаете, да? Ну, то есть где-то с 7 до 8 утра должен быть завтрак. И завтрак должен быть легким. Легким означает солнце восходит. Солнце восходит. И так как солнце восходит, поэтому есть те продукты, которые созревают на солнце. Они зависят от восходящего солнца. Какие продукты зависят от восходящего солнца? Ягоды созревают, когда солнце восходит. Мы знаем, что ягоды созревают днем. Так? Ягоды можно есть в это время. Дальше фрукты созревают, когда солнца много, и они созревают на восходящем солнце. Дальше орехи И в основном, кроме фунтука, все остальные орехи, они растут на дереве, и они созревают как плоды. То есть мы можем видеть, что по тому, какие плоды созревают, можно судить о количестве солнца в той или иной местности. Допустим, если мне говорят, а у нас очень солнечный климат, как мне иногда говорят. Я говорю, хорошо, если у вас очень сильный солнечный климат, какие фрукты у вас созревают? Груши созревают, они говорят, ну какие маленькие только вырастают. Ну все, до свидания, солнечный климат. Значит, у вас не солнечный климат. Если груша вырастает большими, значит, уже более-менее солнечный. Но если у вас не растут персики, абрикосы, тогда, значит, не такой уж и солнечный климат. Груши и сливы примерно одна местность. Груши и сливы созревают. Есть места в Сибири, где даже груши и сливы уже не созревают нормально. Только яблоки. Яблоки – самый менее солнечный продукт из фруктов. Дальше за душами идут персики, абрикосы вернее. Абрикосы созревают уже в более солнечных местах. Там, где созревают абрикосы, там же и грецкий орех. А чтобы еще более солнечный климат получить, это уже персики. Даже в Краснодарском крае персики еле-еле растут, кроме Сочи, там. В остальных местах они как-то растут, ну так, еле-еле. А вот в Сочи уже там персики сильные уже. А если мы хотим курму покушать, то там не должно быть зимы уже. Потому что там где нет снега. Курма, гранаты. Афиники – это уже Арабские Эмираты. Это очень много солнца. Понимаете? Таким образом, по фруктам можно судить, сколько солнца в местности. Таким образом, фрукты созревают под сопряжением солнца, да? Или луны. Солнце. Итак, фрукты мы кушаем тоже с утра. Это солнечный пруд. Есть исключения. Например, если человеку очень жарко в течение дня, горячий очень человек, я вот очень горячий человек, мне надо, чтобы остыть после работы, особенно тяжелой и устойной, мне надо поесть фрукты. Но какие фрукты похлаждающие? Есть, допустим, фрукты, которые очень сильно созагревают, это циструсовые. Поэтому циструсовые однозначно только утренняя пища. Это не вечерняя пища. Но яблоки, допустим, и бананы, это охлаждающая пища, лунная. И если человеку очень жарко ночью, по ночам вам надо форточку открывать, вам надо ночью постоянно очень легкое одеяло, это признак того, что у вас копится жар, и он разрушает ваше здоровье. Это значит, что вечером можно иногда яблоки и бананы попробовать есть. Это может вам помогать. Также у людей, у которых сильный жар в организме, им также хорошо на ночь пить. Где-то за час, за полтора, за два, до сна горячее молоко с минутой. А у людей, у которых сильно холодный организм, часто от вечернего молока может быть и перевариваться. Или перевариваться в небольших количествах. Понимаете? Поэтому таким людям лучше не пить молоко с утра. А молоко вообще пить надо, потому что оно улучшает функции разума в человеке. Оно успокаивает ум и даёт возможность разуму жить. Потому что разум функционирует сильно, когда ум работает поменьше, когда он не сильно активен. Решение человек принимает в спокойном состоянии. Надо успокоиться. Молоко успокаивает человека и таким образом усиливает возможности для разума трудиться. Работа. Да? А вы сказали, что финики – это солнечный продукт. Однозначно. Молоко – лунный продукт. Молоко созливает ночью, коров вдоль с утра и вечера. Почему там финики с молоком? А вот потому, что всегда для того, чтобы переваривать лунный продукт, нужна солнечная энергия. Для того, чтобы переваривать солнечный продукт, нужна лунная энергия, как добавка. Вот, допустим, мёд – это солнечный продукт. Можно молоко. А финики – это один из самых благостных фруктов. Очень благостные фрукты, они равносильны мёду, фактически, по своей энергии. Но они должны быть огненными. Например, молоко с ягодами нельзя есть, будет поносным. Это холодный продукт. Это фрукт, солнечный продукт, но он холодный, он не способствует пищеварению. Но финики – очень горячий продукт, он способствует пищеварению, и он ещё благостный. И он переваривает благостный продукт и помогает переваривать благостный продукт. Поэтому мы даем кинеки, они помогают переварить молоко. Все научно. Есть еще мед, который тоже помогает переварить молоко, потому что и молоко, и мед — это два продукта любви. Мед — это продукт любви пчел, а молоко — это продукт любви коровы. Это самые плавостные продукты на земле — молоко и мед. Когда их соединяешь, то молоко лучше переваривается. Об этом писал еще Алиценов Ибн Син. Итак, самый гениальный врач в наше время — Алиценов. Коран выучил на Иисус пять лет. А в 11 лет победил... А нет, в 7 лет он победил собрание, это было мудрецов мусульманских, и они читали Коран. Он в 7 лет победителем стал среди мудрецов, читающих Коран. В 11 лет он вылечил царя от своего государства и получил доступ к царской библиотеке. А в 17 лет он выучил всю эту библиотеку на Иисус. А в 20-м лишним лет, в 22, он написал каноны врачебной науки, это свой труд, который после этого, в 600 лет, был основной книгой, учебником всех врачей мира. Такие люди раздавятся в сфере. Итак, кстати, Алицен открыл, что есть некробы. Он понял, что есть некробы, и он поэтому защиту от инфекции начали делать. Не ходить в храм и говорить, что во время эпидемии, что там люди получают, наоборот, в сфере и в домах. А что было ругаем местными стеченьями? А во сколько он оставил тело? Ну, рано мне это, в 50 лет. Такие деньги всегда долго лежат, обычно. Итак, Алицен говорил, что молоко очень полезно тем людям, у которых в старости разгорается огонь в день. Больше воспалительные заболевания с возрастом появляются. Молоко очень полезно таким людям, потому что молоко гасит ненужный огонь в теле, им дает делать гармонию, гармонизирует организм. Почему-то 5 часов таких приятных. Не очень полезно молоко. Но бывает, что человек с возрастом очень таят, такое пищеварение становится очень холодным, почти ничего не переваривается. Таким людям молоко не сильно полезно с возрастом. А кто полезный становится, больше полезный кисломолочный продукт. Но молочные продукты в целом, продукты коровы, это очень благостная пища. В медической культуре все блюда, когда готовятся, туда добавляют что-то, связанное с молоком. Или сметана, или кефир, или сыр. И это все дает пище очень изысканный вкус. Вот вы сейчас кушаете, чувствуете изысканный вкус пищи, потому что она имеет гармоничное сочетание с благостными специями и с молоком, что увеличивает благость пищи. Поэтому она очень приятная на вкус. И можно кушать и кушать, кушать и кушать. Как вчера ко мне пришел на прием один мужчина, сел и говорит, я не знаю, как цепочка действует, но я обожрался сегодня. Надел цепочку, вроде полегче стало. Наверное, классно. Нормально. Это фестиваль для того, чтобы мы испытали все, все чувства. Это чувство, при котором пациенты не пришли у нас на прием, многие вчера, было таким, что они взяли торт с собой, домой пришли, посмотрели на торт, начали его есть. У нас есть. А потом они притяжение земли, притяжение полей, притяжение яйцов и больших городов. Такая ситуация была у многих вчера после обеды. Итак, движемся вперед. Все продукты, которые можно есть на завтрак, это мед, сладкое, фрукты, ягоды, а также немножко молочных продуктов. Немножко не сильно. Потому что в целом они все не сильно разжигают пищеварение с утра. Даже кефир с утра не разжигает пищеварение. Он в обед разжигает пищеварение. А бывает у человека просто, ему нужно белкового что-то. И орехи, кстати, это утренняя пища. И орехов не хватает. Тогда человек ест сметану с утра. А ему нужна белковая пища почему? Потому что чем больше человек физически трудится, тем больше нужна белковая пища. А также белковая пища нужна тем, кто ездит в метро и на автобусах. И там вот эта вот нервотрепка переездов, она требует стабилизации психики. И жирная пища и белковая, она успокаивает психику. Если человек не ест жиры и белки, у него психика очень дёрганная становится. И такое питание для монахов хорошо, допустим, сыроедением заниматься, где мало белков и жиров, больше углеводов. Это хорошо для монахов, где жизнь очень спокойная. Но если жизнь дёрганная, то у нас надо есть жирную пищу, чтобы нейтрализовать, беспокойство уметь. Жир успокаивает психику. И белки также дают силу. Особенно, когда человеку надо много двигаться. Нужны силы, белки дают силу. Работать там, трудиться же физически. Поэтому, чем больше человек трудится физически, тем больше ему нужно зерна есть. А чем меньше физически трудится, тем меньше надо есть зерна. Если человек трудится интеллектуально, но он ест много зерна, у него мозги тупые, он не может ничего соображать. А мясо я вообще пищей не считаю. Поэтому не спрашивайте меня, когда мясо есть, когда его не есть. Это не пища. Это убийство для души. Если человек хочет духовной практикой заниматься молитвой, надо потихоньку уходить от этого питания. Если мы кушаем плоть, значит, наша психика настроена на плоть. Мы не можем. Понимаете, у растений сознание, сон, без сновидений. То есть, когда мы кушаем растения, это тоже жизненная энергия, тоже жизнь. Но в это время психика просто успокаивается на спокойствие. Но когда мы едим мясо, это же мясо было уже проклято. Когда живое существо, допустим, корову убивают, она когда в тонком теле остается, она не согласна с тем, что произошло. Она проклинает всех, кто это сделал. И кто соприкоснется, оборот, это мясо занесет, получит из себя также это проклятие. А также те, кто для себя это готовит. Если жена, допустим, готовит по фрегованию мужа мясо, она не получает эти грехи на след. В том случае, если она говорит в сердце, «Меня заставили, я не виноват». Тогда она не получает. Она получает на стернение, ей как бы тяжело после этого жить. Но судьба ей не разрушается. Поэтому, что лучше полупаприкаты мясо покупать для мужа, если он хочет вкус мяса, то если ему не нужно раздаться, просто приготовила пищу без мяса и добавила мясо туда, чтобы во время ели. Муж не старший. Муж не старший, муж равно. Запомните это, госпожа, на будущее. Потому что если вы будете считать мужа старшим, есть вероятность, что ваша семья развалится. Потому что старше нельзя делать замечания. А жена это сердце мужа, она должна воспитывать свою мужу. Женщина считает мужа старшим для того, чтобы поддержать его в жизни и дать ему развитие. Если женщина не считает мужа старшим, он не грабирует, потому что он будет считать себя рядом с ней ребенком. Как ребенок будет в совести. И женщина, когда мужчина занимает детскую позицию, тоже не может часто его жить. Потому что он без ответственности, а ребенок будет. Поэтому женщина и подчиненность себя ведет с мужем, когда надо. А когда надо, она ему говорит правду. Потому что если она этого не делает, несомненно, ее муж не грабирует, без всякого сомнения. Если женщина все время молчит и терпит, она разрушает свою жизнь. И это очень греховное поведение для женщины рядом с мужем. Женщина должна добрыми словами говорить мужу правду. И делать это всегда, когда в этом есть потребность. И это значит, что ему нужно. По поводу детей, я так не знаю, детей, детей, детей. Детей или младше, да. И ребенок входит в детский сад, в детском саде, у него там мясо. Мясо наше есть. Нужно, это организовать организацию духовной жизни. Нужно организовать жизнь ребенку. Нужно приложить усилие. попросите воспитателей, чтобы не давали мясо вашему ребенку, или давать ему кушать с собой. И сразу способ организации с собой. Но если у вас не хватает духовной силы и правильного сознания, когда ребенок будет мясо кушать в школе, в садике, это проблема ваша, а не ребенок. Мой ребенок не будет мясо кушать в школе или в садике. Потому что это святое, не есть мясо в моей семье. Но если у вас это не святое, у вас есть сомнения, эти сомнения передадутся вашему ребенку. И он будет как кушать мясо подъедать в школе.